Они начнут сами ездить, потому что у этой машины есть искусственный интеллект. Салон просто топ. Ой, все, можно спать. Топовое железо. Качество очень крутое. То есть ты как будто юзаешь какой-то Apple iPad. Подогрелый сиденье. Вау, холодильник. У Tesla ничего подобного нет. У e-trone ничего подобного нет. У Taycan ничего подобного нет. Экономия минимум миллион. В общем, машина за всеми следит. Искусственный интеллект все запоминает. Ваши пристрастия. Друзья, привет. В этот дождливый вечер мы успели попасть до закрытия салона компании Li. Раньше она полностью называлась Li Xiuang. Название, конечно, Китая. Это вообще караул. Вот. А сейчас они имеют аббревиатуру Li. И у них на данный момент производится 3 модели. L7, L8 и L9. Навряд ли вы знаете эти автомобили. Возможно, вы их видели, если вы живете в Москве, в Владивостоке. Пара штучек катается. Поэтому для большинства аудитории, которые будут смотреть этот ролик, это будет абсолютно новые автомобили, абсолютно новый бренд. Ну что, друзья, пошли посмотрим эти интересные машины. Я вам рекомендую не переключаться. Если вы даже не знаете этот бренд, вы будете удивлены тем, что они делают. Пошли. Li. We can make video? Окей? О, cool. Ну, мы спрашиваем. Везде в Японии были. И везде спрашивали, можно ли делать видео, потому что, ну, мало ли. И, ну, другие люди, другие пользователи смотрят. Но, конечно, им чем больше видео, чем больше фото, чем больше таких блогеров от маленьких до больших посещают, что-то рассказывают про их машины, у них растут продажи. Итак, с 2019 года появился бренд Li. И они выпускают автомобили, именно гибриды. И если вы следите за нами, и вы знаете такой автомобиль, как Nissan Note E-Power, там используется 1.2 бензиновый мотор. Он является бензиновым генератором. И там система гибридная, называется последовательный гибрид. То есть работает бензиновый генератор. Он заряжает батарейку, и батарейка отдает в колеса и машины. И здесь все то же самое. Давайте посмотрим. Ребят, давайте начнем с L7. Это самая младшая модель у них из трех. Из чего состоят модели Li? Это гибриды с последовательной системой гибридной установки. То есть у них есть бензиновый генератор. Здесь 1,5 литра на 154 силы с турбина. Это их мотор. Разработан ими. Они нигде-то ни у кого не взяли. Этот мотор заряжает батарейку, и батарейка отдает на переднюю и заднюю ось. И, соответственно, машина едет. Подобная технология нам известна по Note E-Power. Сирена E-Power. В общем, Nissan давненько уже использует эту технологию. И она нам известна из Японии. Вот. И вот этот бренд они сделали не просто электрокары, которые очень популярны в Китае. А они сделали именно гибрид. На рынке больше именно Китая. Вот прям такого бренда, который нашумел своими моделями и который использует параллельный гибрид, вроде бы больше нет. Поэтому Li в своей СИЗе на территории Китая они уникальны. Они с 2019 года существуют на рынке, продают свои автомобили. И вот, допустим, самая старшая модель L9, мы к ней попозже подойдем. Они продали 171 тысячу единиц. Это только L9. Это самый топовый, самый большой кроссовер. В общем, эти машины очень популярны в Китае. Окей. Давайте начнем. Ли-7. Это самый короткий. Он 5 метров 8 сантиметров всего. Вот здесь вот двухметровая такая полоса. Это все единая деталь. Также туманки, фары, поворотники. Вся машина в камерах. То есть вот здесь, где у нас, мы привыкли видеть поворотник. Вот здесь вот такой блок. Здесь камера. Здесь камера. Здесь камера. Машина просто напичкана камерами. Вокруг, которые следят за пространством 360 вокруг, что происходит, какие принимать решения. Потому что у этой машины есть искусственный интеллект, который обучается. Она следит за всеми, все то, что происходит. Понимает ситуацию, какое-то принимает решение остановиться, набрать скорости. И прочее, прочее. Звучит как бы немножко диковато. То есть за меня будет принимать решение искусственный интеллект, как водить машину. Но извините, да. Идем далее. Смотрите, ручки специально придумаю, чтобы они не перемерзали. То есть они, когда вы подходите, они будут влазить из двери. Ну, это уже нам знакомо было. Так, смотрите, давайте закроем. Задняя часть. Мне абсолютно просто, я вообще не могу избавиться от ощущения, особенно вид сбоку, что это GLS. Кстати говоря, там, допустим, более старшая модель, они прямо в маркетинговых материалах позиционируют то, что они создали вот тот автомобиль как конкурент Land Rover X7 и GLS. Посмотрите, здесь просто Porsche. А ну, откройся. Быстрая зарядка, медленная зарядка. Закрывается. Окей, вот так вот машина выглядит. Здесь тоже камеры. Давайте посмотрим. Вот смотрите на крыше. Это датчик LiDAR, который следит за тем, что происходит спереди. И предоставляет машине адаптивный круиз, лучший только у Хипхи. У них самый совершенный адаптивный круиз, который там и сам едет, держит полосу и может парковаться, сдавать на там несколько десятков метров назад. То есть машина, ну, может скоро они начнут сами ездить. И руль, наверное, уберут, либо будет это как опция, которая выезжает, и ты можешь порулить сам. А так эти машины будут сами передвигаться. Техническая часть одинакова у всех автомобилей. Полторашка турбирована на 154 силы. 449 лошадей. В сумме обладает мощностью автомобиль. Одноступенчатый редуктор как трансмиссия. Два электромотора крутят переднюю и заднюю ось. 330 кВт. Мощность гибридной установки. Машина длиной 5 метров 8 сантиметров. То есть она покороче. Она самая такая негабаритная. Давайте посмотрим салон. Здесь вот на рыжей коже. Здесь разные варианты исполнения. Здесь не капитанские сидения. Здесь сплошной диван. Салон просто топ. Тяжелые двери. Сборка прекраснейшая. Мониторы. Кстати, машина присаживается. Когда вы открываете двери, машина чуть присаживается, чтобы вам удобнее сам было залезть пассажиром. Водительский монитор. Он мне подсказывает вообще, что происходит. Куда. Положение управления печкой. Всей машиной. Фарами. В общем, всем-всем-всем. Это мультимедийный монитор для пассажира. Ничего нельзя в России пока загрузить. Но работает музыка. Видео, к сожалению, не работает. Вот по блютузу пользователи, китайские пользователи, могут подключиться к каждой мультимедиа. И там что-то выводить свое. Вот. То есть там музыку, фильмы, подкасты. Собрано. Все еще раз говорю, прекрасно. Так. Наверху тряпка. Управление сиденья. Это мне все напоминает наши крауны. Родные японские. В плане железа. Snapdragon 8155. 24 гигабайта оперативки. 256 SSD диск. Тоже камеры, которые следят вокруг. Что у Li-9, что у Li-7. В плане оценки дороги. В плане безопасности. В плане поведения машины. Искусственный интеллект. Это все одинаково у всех. Единственное, машина различается по опциям. Именно в опциях есть различия. В плане технички различий нет. Сейчас сяду на пассажира. Право. Для него. Потому что все опции. То есть я могу задвинуть. Это вот сиденье максимум. Максимум вперед. Ну-ка. Холодильничек. Нет. Холодильничка нет. К сожалению. Обратите внимание. 60-ти ваттные зарядки. Которые позволяют нам заряжать ноутбук. И очень быстро заряжать мобильный телефон. Очень шикарно. Много места. То есть если спереди нет пассажира. И у вас здесь есть только единственный пассажир. И диван еще падает. Вообще вот так. Мягкая подуша. Ой. Все. Можно спать. Очень комфортно. Вы знаете. В X7. Не тот уровень. Вот буквально неделю назад мы снимали обзор. И как бы я не наговариваю. То есть там автомобиль он очень крутой. 14 миллионов стоит. Это стоит дешевле. Цены немножко в конце будут. Здесь еще и настраивается. Мне диван давит в поясницу. Очень круто. Очень много места. Колоночки. Нету холодильничка. Если был бы холодильник. Вообще был бы просто топ. Но это уже другие модели. Открываются кнопки. Здесь. Все-таки задняя часть напоминает Porsche. Так. У нас здесь единственное есть. Шторка. Кнопка. Машина присела. Чуть-чуть. Здесь пневмоподвеска. Которая тоже. Она ориентируется. Что за дорога у вас. Что за дорога. И соответственно выбирает жесткость, мягкость и прочую. Высоту. Все регулирует. Автоматика. Даже немного страшновато. Цену я скажу в конце. Ну что смело, да? Сделали. Просто сиреневый цвет. Ли-8. Средний размер. Так как техничка не отличается. Еще раз напоминаю. Полторашка. Турбо. На 154 лошадиные силы. Она является бензиновым генератором. Она питает гибридную установку. Которая мощностью 330 киловатт. В сумме вся машина обладает мощностью 449 лошадиных сил. Весит 2,5 тонны. И вообще вся такая прекрасная. Рас прекрасная. Одноступенчатый редуктор в качестве трансмиссии. Итак. Внешность у нас абсолютно узнаваема. И издалека вы очень легко перепутаете все-таки. Кто перед вами едет. Ли-7, ли-8, ли-9. Датчик лидар. Это отличительная особенность этих машин. Давайте посмотрим со всех сторон. Никаких отличий. Вот только габариты. Ли-8 немножко больше. Сонары. Камеры. Колеса 20-255. Ручки также прячутся в кузов, в дверь. Чтобы не перемерзали. Очень актуально для России. Но цвет очень смелый. Ребенок смотрит просто какое-то телевидение. Кайфует на заднем сиденье. Белый салон. В Ли-8 все то же самое. Снэп-дрэгоны. 80-155. 24 гигабайта оперативы. 256. SSD-шник. Тоже процессоры от Nvidia, которые следят за всем, что происходит вокруг. Все это обрабатывается и выводится. Мультимедиа. Данные по машине. Данные по безопасности. Что ей делать в потоке. Она следит за потоком. Может ехать сама. В общем, технологии. Но у Теслы ничего подобного нет. У e-trone ничего подобного нет. У Taycan ничего подобного нет. То есть, хотя это электрокары. Но именно по каким-то вот этим системам безопасности, системам, которые анализируют все вокруг. Но именно все собрано в одной машине. Но ничего подобного нет. Давайте посмотрим внешность Ли-9. Фирменная черта. Это двухметровая вот такая диодная полоса. Это единая деталь. В потоке очень сразу выделяется. И эти машины ты узнаешь издалека. Тоже все в камерах. Как и у младшего собрата. У Ли-7, у Ли-8. Камера лидар. Наверное, крыши панорамная вся крыша. Так, большие колеса. Давайте размер посмотрим. 21. 265. 45. Высота. 21. Первый радиус. Давайте посмотрим в задней части. Напоминает Porsche. Сбоку все-таки это GLS. Сзади это Porsche. Давайте глянем салон. Кстати говоря, здесь везде присоски. Так, друзья, самое, наверное, интересное в этой машине это все-таки салон. Так, смотрите, вот здесь вот здоровенный. Нет, все-таки это два дисплея, но визуально они сделаны в один. Давайте закроем дверь. Поднимем даже стекло, чтобы... Ну, хотя, ладно, мы не ощутим полностью здесь шумоизоляцию. Но шумоизоляция здесь прекрасная, потому что здесь маленький мотор. Конечно, здесь вы его все-таки, наверное, будете слышать. У нас, кстати говоря, 1.9 идет сейчас в пути, и мы скоро на него снимем обзор. Посмотрим. По шумоизоляции... О, кстати, отклик. Вот, хип-хип мы смотрели буквально несколько часов назад. Это электрокар, который себя позиционирует как ТЭЧ-люкс. И там вот при перемещении навигатора, там чуть-чуть лагает карта. Но здесь, смотрите, здесь технологическая начинка. Здесь два процессора Snapdragon 8155. Здесь 24 гигабайта оперативки и SSDN 256 гигабайт. Вот здесь, в общем, топовое железо. Здесь еще во всех камерах, которые анализируют все, что происходит вокруг, это процессоры от NVIDIA. Поэтому здесь топовое железо, которое выводит вам тут мультимедиу. Тут у вас все по автомобилю. Здесь тоже мультимедиа. Обрабатывает все, что происходит вокруг автомобиля. Все это обрабатывает, принимает решения, показывает вам, что происходит с тачкой. Анализирует все. То есть здесь нужно очень много вычислительных мощностей. И они здесь есть. Так, в общем, всякий USB, там мобила заряжается. Причем, я уверен, здесь мощные зарядки. Не написано, допустим, в хипхи. Заряжается, все окей. Так, смотрите, вот здесь вот на руле это и фишка. То, что вот здесь вот маленький дисплей, который вам показывает вообще, что он исключен. Движение паркинг, движение назад, движение вперед, нейтраль. Уровень заряда аккумулятора, сколько у нас бензина. Запас хода у этой малышки 1300 километров. То есть, смотрите, это полный заправленный бак и полностью заряженная батарея. Вот она, ну как бы, понятно, это в режиме экономии. Она пройдет 1 1300 километров. Я считаю, это очень хороший показатель. Тем более, у вас всегда есть бензиновый мотор, который вы истратите электрозаряд. Машина может пройти только на электрозаряде, а на чистом электричестве 210 километров. Это очень хороший показатель. Но производитель не рекомендует такую езду, а именно разряжать до нуля. Эту машину, не знаю почему, просто рекомендация производителя. Поэтому, в общем, в плане технички, что вот здесь происходит, что под капотом, что происходит у вас на осях, это очень интересно. Панорамная крыша. Вот такой вот огромный дисплей. Подстаканники, все качественно, сиденья, перфорация, подогревы. Смотрите, по прошивке. Сейчас еще нету даже английской версии, русской тем более. Поэтому вот те ли, которые завезены в Россию, сейчас люди там с переводчиком как-то там ориентируются. Но видите, вот здесь вот есть интерактивное меню, которое, в принципе, позволяет вам понять вообще, что про что. Есть переводчик. Через камеру вы переводите, запоминаете, где что там. Вот, в принципе, все понятно. Можно разобраться. Но я уверен, что ребята в России уже... Если хипхи, люди залили туда YouTube. В общем, все делается, вопрос времени. То есть даже если не выпустят ребята из Li, хотя бы английскую прошивку в ближайшее время, в России разберутся. Потому что сейчас на Дроме Li уже хватает, уже несколько десятков в сумме Li продается в России. Так, смотрите, здесь два слота под сим-карты. 5G-связь поддерживает. Если одна симка отваливается, работает вторая. То есть вы всегда будете на связи. Качество очень крутое. То есть ты как будто юзаешь какой-то Apple iPad. То есть никакой задержки. Все очень качественно. Музыка. Здесь они делают акцент на музыку. Говорят, что она просто топовая. И на втором ряду сидений вы почувствуете... Вообще, даже там сидение чуть-чуть вибрирует. В зависимости от трека. Оно чуть-чуть вибрирует, создавая у вас глубокое погружение. У тебя играет? Да? Ну, не понять. Ладно. Тут надо включить мое любимое Prodigy. Тогда будет понятно. Смотрите, про сборку. Ничего не люфтит вообще. То есть вот это вот все очень, все хорошо собрано. Я читал в интернете то, что вот говорят про хлипкие воздуховоды. Я сломал креплением мобильного устройства себе вот одну из палочек в FG Cruiser. Это аналоговая тачка полностью. И там сломал. Здесь, ну, примерно, не знаю, как в FG. То есть, ну, у меня нет замечаний. Мониторы. Можно я подергну? Никто там не видит. Ну, как бы все окей. Вообще все качественно. Дверные карты, никаких скрипов. Она состоит из очень многих деталей, но ничего, как бы, не люфтит. Здесь черная тряпка, не алькантара. Потому что машина, я озвучу цены в конце, все-таки им нужно делать крутую технологическую начинку, чтобы тачка много проезжала, чтобы она давала опции комфорта. Поэтому потолок алькантара, я понимаю, почему они его не сделали. Но, допустим, хипхи, то есть, которые продают свои машины, там, даже свыше 100 тысяч долларов модели, модель X. Там все, там кожа, дерево и алюминий. Там все дорого, богато. Так, давайте все-таки посмотрим еще второй ряд. Капитанские сидения. Капитанские сидения, управление. Так, вверх не поднимается, да, у нас. Окей. Это все у нас ездит. Классно. Классно. Здесь подлокотники. Управление, управление климатом. Все на вот таких вот тумблерах. Все классно, прикольно. Подогревы сидений. Вау! Холодильник! Прям, ну, прохладненько. То есть, напитки будут, ну, прям, такие охлажденные, мягко говоря. В других моделях вот сюда можно будет поставить ноги. Вот сюда вот мы сейчас на них глянем. Монитор. Камеры. Которые следят тоже за нами. В общем, машина за всеми следит. Искусственный интеллект все запоминает. Ваши пристрастия. В плане, как вы вводите, как пассажиры ведут, в каких положениях у вас кресла. И оп! Столик. Кстати говоря, у заднего пассажира очень круто. Все очень качественно. Так, на третий ряд сидений не буду залазить. Так, если сложить сиденье заднего ряда, то у нас получится очень большой багажник. Вот так вот это все выглядит. Сабвуфер. Что у нас вот здесь? У нас здесь... Ну, ремкомплект, понятно. И небольшая ниша. Все. Здесь не будет каких-то больших отделений, потому что требуется место для батарей и для электромоторов. Вообще, топовая машина. Мне очень нравится. Очень жду, пока она придет из Китая. Поедет она, кстати говоря, в Питер. Итак, друзья. Самое интересное, что по ценам на вот эти космические корабли. Потому что технологии, те, которые я вам рассказал, это все равно я не могу здесь все рассказать, что написано в мануалах. Там просто вот столько информации, как это все работает, какие датчики там, что применено, кожа на по там, кожа на по сям. В общем, в плане опций эти машины очень крутые. По ценам. Смотрите, Ли-7. Они есть Air, есть Pro и есть Max. Возьмем там среднюю Pro. То есть там у вас все будет. Все эти Snapdragon, процессоры Nvidia и прочее, прочее, прочее. Лидары. Все будет в этой цене. В общем, цена от 6 миллионов рублей по текущему курсу. Это авто полностью растаможенное в Москве с полным пакетом документов. Вы идете и ставите на учет от 6 миллионов рублей. В зависимости, что за цвет салона. Это я вам говорю за новый автомобиль 2023 года. Что за цвет кузова. Есть еще опции, как подножки. В общем, можно насобирать себе еще чего-то. Можно заказать авто, как новое у дилера поискать, где они находятся. Либо можно заказать прямо с завода. Окей. Средняя комплектация у нас. Это Ли-8. Средняя модель точнее. Ли-8 будет стоить уже чуть-чуть подороже. На полмиллиона рублей где-то. 6300-6700 будет выходить Ли-8. Опять же, Snapdragon. Все то же самое. Вся технологическая начинка. Вот я думаю, за цвет все-таки придется заплатить. Либо заказать его на заводе. Потому что, вот я думаю, это просто хит. Мы вчера здесь были и девушка одна, она просто 20 минут она не могла отойти от этой машины. Белый салон, сиреневый цвет кузова. Просто вау. Вот это решение. Окей. Пошли посмотрим, сколько у нас стоит Ли-9. Это флагман. И, соответственно, флагман стоит дороже всех. Цена примерно в юанях за новый автомобиль 2023 года в районе 450 тысяч юаней. У него есть цена официальная по Китаю. Но какие-то дилеры взяли себе на реализацию и машина не продается. Может быть, цвет не устраивает покупателей по комплектации. Потому что они все одинаковые. В общем, ввиду каких-то там факторов машина может продаваться чуть-чуть дешевле даже официальной цены, которая здесь у дилера. 450 тысяч юаней. Стартуют сейчас в 2023 году новая в Москве, растаможенная, готовая на постановку на учет. Соответственно, она из Москвы может отправиться в любой другой город. Но так как они таможенцы через таможенный союз и все машины отправляются либо на Новосибирск, либо на Москву, либо в сторону Дальнего Востока. В общем, машина на границе начинается от 7 миллионов рублей. Для примера, эти машины стоят от 8.200 сейчас на авто.ру на Дроме. То есть экономия минимум миллион. Минимум. И так в каждом автомобиле. Опять же, самый дешевый, он вычеркивается и все. И машина сразу же, ну то есть следующая, она стоит там на миллион четыреста дороже. То есть там 8.400, 8.500. Поэтому, знаете, в других машинах вот есть такое то, что вот она 2.500 стоит, что ее привезти из другой страны и что 2.500 она стоит в России. Ну просто может цвет не тот, там цвет кожи не тот и прочее. А здесь, ну то есть здесь ты не просто можешь выбрать, вот я вот хочу вот такой вот какой-то золотистый металлик там на определенном там белом салоне. Ты еще заказываешь себе индивидуальный внешний вид опции, потому что одни и те же, самые полные. Ты заказываешь себе индивидуальный вид и экономишь еще миллион рублей. Ребята, в общем, жду вас внизу. Напишите комментарии про бренд ли, что думаете вообще про вот эти здоровенные люксовые кроссоверы. На вот этих всех технологических штучках Snapdragon и Gigabyte и Nvidia. Будет очень интересно почитать ваше мнение, будет ли это конкурент Range Rover, BMW X7, GLS, как они позиционируют в маркетинговых материалах. Жду ваших комментариев внизу, поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что у нас будет еще видео из Китая про китайские автомобили. Пока! Компания Сфера Гар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.